Новые горизонты развития и продуктивное сотрудничество. В Минеральных водах стартовала международная деловая конференция и выставка «Инраша». На её открытие прибыли губернатор Владимир Владимиров и глава Омской области Виталий Хаценко. Они стали участниками открытия биржи деловых контактов. На мероприятии подписали соглашение о сотрудничестве между союзами торгово-промышленных палат Ставрополь и Омской области. После церемонии главы регионов посетили выставочные стенды субъектов и пообщались с предпринимателями. На площадке выставки состоятся панельные дискуссии по выстраиванию новых торгово-логистических цепочек и привлечению отечественных и зарубежных инвестиций. Сегодня все лучшие практики Российской Федерации, мировые практики, Китай, Индия, Иран, они сегодня находятся на площадке Ставропольского края. Мы обмениваемся опытом. Мы говорим о своих достижениях, учимся у коллег, потому что самым лучшим практиком в части развития бизнеса для Ставропольского края, это, знаете, это еще одна точка доступа к российской, к мировой экономике. В Кисловодске капитально ремонтируют два корпуса первой школы. Уже завершились демонтажные работы. Сейчас там приступили к замене кровли инженерных сетей, параллельно проводят отделку фасадой внутренних помещений, сообщили в региональном инстрое. Позже обновят окна, двери, лестницы и входную группу. Реконструкция проходит по программе развития Северокавказского федерального округа. В поселке Каскадном капитально отремонтировали школьный спортзал. Специалисты полностью заменили внутреннюю отделку и коммуникации, заменили полы, окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. Также в зал закупили инвентарь. Работы провели благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроект образования. В Ставрополь завершился ремонт дороги на улице Серафимовской. Там обновили покрытие проезжей части тротуаров, обустроили велодорожку и установили светодиодные фонари, сообщили в региональном Миндоре. Также на участке установили знаки. Работы провели за счет средств Краевого дорожного фонда.